Переговоры, прошедшие в Женеве с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении, на первый взгляд прошли в позитивном ключе. Стороны подчеркнули важность сосредоточения усилий на урегулировании межгосударственных отношений и подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период. Следует напомнить, что Ереван ранее заявляла о приемлемости пяти базовых принципов, предложенных Баку. Однако на деле армянская сторона всеми силами старается, как и впрочем, всегда уйти от ответственности, дабы не выполнить взятые на себя обязательства. Непостоянством в своих действиях особо отличается глава армянского правительства, премьер-министр Никол Пашинян. По словам экспертов, если проанализировать поведение армянского премьера, то слова и действия Пашиняна между собой никак не вяжутся. Например, министр Армении Никол Пашинян, он уже является как бы партнером под приговором, которого невозможно доверять полностью. Он может менять свое мнение в течение часа. Он может выступить и сказать, что он готов подписать определенные документы, непопулярные документы, которые могут даже, может даже, конец его правления в Армении. Но потом, через час, когда протестующие собираются вокруг президентского дворца, его дворца, извиняюсь, то вот тогда он же вышел и сказал, что нет, я не это имел в виду. На протяжении почти 30 лет Армения осуществляла вооруженную агрессию против Азербайджана, грубо нарушая международное право, в том числе международное гуманитарное право. Окупация 20% международно признанных территорий Азербайджана сопровождалась этнической чисткой. Около миллиона азербайджанцев было изгнано со своей родины, а также незаконным присвоением частной и государственной собственности на оккупированных территориях, уничтожением исторического и культурного наследия Азербайджана, неправомерной эксплуатацией и разграблением природных ресурсов и экономического потенциала, незаконным поселением этнических армян на этих территориях и самочинным изменением инфраструктуры. Это является преступлением против мирного населения, которое должно регулироваться на основе международных документов. При Второй Карабахской войне и до Второй Карабахской войне было зафиксировано убийство примерно 200 детей снайперскими винтовками, бомбардировками. Поэтому Азербайджан призывает для того, чтобы фиксировать эти данные и представлять на международном уровне. Страна-агрессор, выступающая против политического решения конфликта 27 сентября 2020 года, начала ширкомасштабную агрессию против Азербайджана, обстреляв густонаселенные пункты и военные позиции Азербайджана по всей протяженности фронта. Вооруженные силы Азербайджана были вынуждены провести контрнаступательную операцию. В течение 44-дневной войны агрессорская Армения, грубо нарушив нормы и принципы международного права, в том числе требования Женевской конвенции от 1949 года о защите гражданского населения во время войны, не прекращала террористические акты против мирного населения. В период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года вооруженные силы Армении выпустили около 30 тысяч снарядов и 227 ракет по районам и городам, где проживает мирное население Азербайджана. Потерпевшее поражение на поле боя Армения продолжала ракетные обстрелы Гянджи, Мингичевира, Тартера, Борды и других населенных пунктов, тем самым совершив преступление против человечности. В связи с последним провокационным заявлением Еревана, уполномоченный по правам человека Азербайджана обратилась с призывом привлечь армянскую сторону к ответственности за совершенные ею военные преступления. Проводя политику недовести на расовой, этнической, религиозной почве, и наряду с выдвижением необоснованных территориальных претензий к Азербайджанам, Армения вместо того, чтобы пресекать военные преступления против Азербайджана и осуществлять действенные меры по привлечению к ответственности лиц в виновных преступлениях, совершает провокации, способствующие противостоянию между народами, препятствует процессу восстановления мира и безопасности в регионе. К сожалению, в отличие от Азербайджана, армянская сторона не проводит никаких расследований в связи с этими фактами и тем самым не выполняет возложенные на нее международные обязательства. Важным сегодня для Баку является выяснение судьбы почти 4000 пропавших без вести азербайджанцев, недопустимость продолжения армянской стороной размещения на территории Азербайджана мин, повлекших за собой многочисленные человеческие потери, что является грубым нарушением обязательства Армении по трехстороннему заявлению и военным преступлениям. От армянской агрессии пострадало и культурное наследие азербайджанского народа. В период оккупации в результате систематических и целенаправленных действий были полностью разрушены многие мечети, исторические памятники, различные культурные учреждения. К сожалению, международные организации никак не реагировали на эти акты геноцида в отношении историко-культурного наследия страны. Баку неоднократно выступал с призывами к ЮНЕСКО направить в Карабах техническую миссию для оценки того ущерба, который был нанесен историко-культурному наследию Азербайджана. Однако, несмотря на то, что по окончанию войны прошло два года, миссия и по сей день Карабах так и не посетила. Субтитры создавал DimaTorzok